Согласитесь, красота! В воскресенье местные жители уехали, которой здесь пара была. Это просто чудо! Примерно так стал у меня выглядеть выход из палатки. Все мне не хотелось носить, то накидку пончи, то еще что-то с собой брать, но в конечном итоге все пригождается грудь. Все за кругом крутится, громыхает. Буду укладываться пока тут немножко разбираться. Покажу еще раз эту красоту. Невозможно просто. Где-то вот здесь вот... Слышно, да? Течет ручей, он, наверное, где-то там вниз уходит. Постоянно по всей долине слышны уханьи. Это обваливается наледь в воду. Ну, таким довольно взрывным звуком. И после этого по той протоке, в которой она обвалилась, начинает идти косяками лед. Или начинается сильное журчание, потому что льдина там что-то перегородила, но потом ее выносит. Мангер. Кто смотрел мои видео, знает, что я так называю по старой забайкальской привычке дикий лук. Там он называется Мангера. Может, это другой вид, но... Сколько я по всей стране не спрашивал, нигде больше собственного названия нет. У якутов тоже я неоднократно спрашивал много раз. Вот, его здесь полно. Кто-то скажет, что я экологию нарушаю, поскольку он совсем маленький. Вот они. Вот его клеверки старые. Вот они вот так выглядят. Вот, потому что он даже не горький, не... Лучной такой. Вот они. Вот, типа клеверок. А скорее сладкий. Вода мутная. Те мужчины, женщины, которые ловили, пытались ловить рыбу, но мужчина одного хорюзишку вытащил. Ну, махонького такого вот. С ладонью, наверное. Ловят на мушку. Я попробовал на блесенку. На блесенку не берет и вода, в общем... Конечно, не для блесенки, да и даже не для мушки. Потому что вода очень мутная. Женщина тут же еще зацепилась. И они долго-долго пытались отцепить. И даже на лодке туда плыли. Не знаю, отцепили или нет. Но, в общем, они потом бросили это дело. Я так понял, что у них тоже не очень заладилось. Вот лед. Видно, наверное, вдоль берега прибитый. Вот этой льдины еще здесь не было отвалившейся. Не было. Я пытался ловить рыбу. Они постоянно ухают, ухают. Я сначала думал пройтись вдоль налили, но потом понял, что это, наверное, небезопасно будет. Комаров, на удивление, много. Слепней есть, но их немного. И кто работал, знает, что их проще ловить в палатке, в избушке, в кабине машины. Там это никакого труда не составляет. А когда плывешь, и они садятся на фартук. Ну, они, в общем, достаточно пугливые. Вчера я пытался сделать что-то поплавочное, поскольку я видел, что хоризишки гуляют. Пару слепней я поймал. Они их благополучно сожрали, я ничего не поймал. Рыбке хочется, откровенно. Ну, вот комара. Вот я в прошлом году приехал в июле примерно в это же время. Комара еще было очень мало. Он весь пошел, только когда я пошел уже пешком по Чабагалаху вверх где-то. Ну, может, на второй, на третий, четвертый день. Уже массово. Причем сразу с мошкой. Со всем подряд с мокрецом. А здесь мошки нету. Мошки я не видел. А мокреца уже видел. Хотя это странно, потому что мокрец всегда идет, ну, чуть самым поздним таким. Еще кусочек не могу пройти мимо витаминов. Сейчас кастеров их разведу и буду уже наслаждаться отдыхом. Слышите, да, громыхает? Нет, там молния сейчас шварнет. Пришлось купить сгущенку. Не везет мне с кружками. Очередную кружку я неизвестно где посеял. Просто неизвестно, потому что в поезде она была. В поезде я ее складывал. А в гостинице, в гостином доме, в уснере, я ее уже не увидел. Кружек я там не нашел в магазинах. Нормальных. Поэтому решил, что какое-то время я обойдусь просто консервной банкой. Ну, не надо сказать, что я вовремя все успел, что-то говорить. Ну и еще успел. Не сироп остался. 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 Ну и еще успел. Не сироп остался. Скажем, вue. Нормальный. Как дома. Подожди вон. Нормальный. Как уберечься? Нормальный. Нормальный. И еще не без следов. Попал я в май. В распускающиеся почки, раскрывающиеся листочки, конец июня месяца, ну не конец, сегодня 21 июня. Если б здесь росли березы, можно было бы набрать березовый сок. Березовый сок, березовый сок не растет. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры добавил DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Продолжает разрушаться наледи, пухают на глазах, мусор, я думаю, тоже оттуда несёт, потому что всё в лёд мёрзшее. Ну, в общем, иду я по дороге, где-то она идёт по ручьям, где-то через ручьи, где-то по болотцам, ну, идёт, и я иду. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дорога вышла в Кеньяли, и совершенно неожиданно я тут встретил вот такую палатку. Машина, которая вчера ушла, застряла где-то дальше и трое местных жителей, употребляя горячительную воду, отдыхают и ждут машину, которая бы их вытянула, которая сегодня вроде как должна из Субеляхи выйти. Их здесь трое. Вот они идут. Роман, а второго я не понял, как зовут. Молодой Роман, который постарший, а не коневоды. Вот вид от воды. Здесь обычно они переправляются, потому что вон оттуда вышла дорога. Но сейчас в Ньяле очень высокая вода. Ребята ждут вторую машину, потому что первый Урал у них там перекособочился, его надо выдергивать. Я не знаю, переправятся они или нет. Они, конечно, предлагают подождать, но машина, если пойдет, то только завтра. И не факт, что они переплывут на ту сторону. Вернее, не переплывут, а переедут. Воды, конечно, много. Я не знаю, как они здесь могут на машине переправиться. Поэтому я решил, что я сейчас переправлюсь и пойду потихоньку дальше. Это с украина. Огонь. Вода. 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 Ну вот, переправился и стал, сложился, с насосиком Конечно, это, что говорить, это классно Складываешь лодку дольше, чем надуваешь Дошел по дороге до очередных снежников И дорога-то куда-то с снежников будет Дальше дорога выглядит либо как по колено воды, либо вот так Как они собираются здесь ехать, я, честно говоря, не очень понимаю Угу, они просто рано собрались в путь Дальше Дальше Такой нежданчик с другой стороны Обнаружился Рус-бизнес-авто Дальше они, видимо, соваться не захотели У реки их вроде как не видать Здесь такое Путьство завалов И разливов И разливов Неда большая еще Вся дорога дальше, почти одна сплошная наледь С небольшими Сухими местами И болот И болотистыми разливами Довольно много смородины цветет Красной Ладно Попробуем покочевать дальше Субтитры недалее Для памяти, здесь была первая стоянка на Ингеле. Вон две собаки меня оказывается, я чапаю да чапаю не вижу, они оказывается меня проводить собрались. Постаскивали все, двери хозяева не закрыли, там два мужчины зовут Женсина. Наконец-то понаворовали у них там все, что можно, конфеты, сгущенку, майонез, в общем все, что оставили здесь, снова все они с кровати постаскивали. У той машины, которая была в лесу, полетела крестовина на одном мосту. Так они уже выглядят бодро, но головы еще тяжеловаты, потому что естественно была поставлена бражка. И естественно она была употреблена. Очередная медведица, крайние левые следы, с двумя медвежатами. Вот медведица, вот два медвежонка почапали. Собаки таки увязались за мной. Я их прогоняю, прогоняю, они до лесу исчезают где-то какое-то время. Я считаю, что они отстали, потом где-нибудь через полкилометра-километр они вылазят из леса и идут дальше. В данный момент уже пару мышей они прямо вот напротив поймали и раскапывают, чтобы поймать еще. Что с ними делать я не знаю, из-за меня они начинают грызться. Как их отправить обратно я не знаю, потому что отмахал я уже десяток километров точно. Причем переправляюсь вот здесь. В общем, вон где дорога выходит, далеко. И тут, в общем, выше колена глубина. У машины проходит Урал. Мне пришлось, чтобы не раздеваться, шарашить по берегу, а как они там... В общем, я не знаю, как они обратно уйдут и как от них отвязаться. Кормить их мне нечем, спать у меня им негде. Еще же медвежьих следов полно. Ну, не то, что полно. Он может здесь одна медведица с медвежонками туда-сюда шариться. Ну, такая уже покрупнее медведица. Медвежь. Может, это разные, не знаю. Потому что постоянно на дороге встречаются следы. Помет. Второй лагерь. Места очень красивые. К сожалению, омраченные приисками этими рудниками, собственно, через которые идет дорога. Ну, я встал прямо на выходе из рудника. Потому что просто я... Дальше следующий ручей будет километра через четыре, Я, в общем, уже вымотался малости. Несколько раз окунулся, ну, выше колена. Поэтому у меня портянки мокрые. В общем, все мокрые там. Ниже и по... Ну, в общем... В общем, просто устал я уже. Собаки мои. Если видно, вон одна. И вторая за палаткой. Там где-то сейчас покажу. Как они будут добираться. В общем-то, я прилично от прииска отмахал. Заратиям нет, но я, в общем, сам... Вот, а вот она выглядывает, пожалуйста, кибрица. Вторая. Не знаю, в общем... Ну, пока они мне не досаждают по поводу еды. Вот. Может быть, просто ждут, когда я лягу. Вон, на горах немножко снежнички есть. Сейчас не видно, но если туда подняться, там в конце Иньяли видны уже горы в снегу. Не в конце, а, так сказать, видимой области. Нам туда. А пока будем отдыхать. Собаки, надо сказать, вымотались еще больше меня. И, дойдя до сюда, они просто, просто отрубились. Они уже не двигались ничего. Они легли и отключились. Я еще возился, ставил лагерь там. Привет, все, выспалась. Можно проверять, где чего, чем пахнет. Может, какую же ротву можно спереть, да? Красавица. Красавица. В общем, туда. Ну, ладно. Будем ложиться. А вы давайте шуруйте. Мыем сейчас там, потому что снаружи я, по крайней мере, точно ничего не оставлю. И закрою сейчас у вас. Собран лагерь. Бах, бах. Тоже не выспался рюкзак. Поздний выход. В общем, я не выспался. И какой-то такой немножко разбитый, потому что до пол третьего где-то возле палатки всю округу облаивали собаки. Так что я попробовал немножко дольше поспать, но это не очень получилось. В общем, больше пролежал, проворочился. Утром, к счастью, собак уже не было. Куда-то они покочевали нехорошо. Все. Пойду дальше. Дальше место, где уралые машины проходят по воде. И приходится развиваться. Идти в сапогах на босу ногу, чтобы не сбивать ноги потом в мокром. Ну, вот и видно. Вода уже шикарная. Вода, надо сказать, холодная. Уже мокрая. А по берегу не пройти там сплошной чистахол, лиственница и завалов. Пойдем. Сейчас творится. И поток сильный почти все сносит. Машины идут по протокам. А по берегу, ну, в общем, не пройти, да. И опять много, в общем, месячных следов. Ну, ладно, надо переодеваться. Ну, видимо, это избушка и банька, про которую мне говорили на прииске. Дальше видна большая наледь. Наверное, да. Тех. Натальше видна своей масланы кухни. Матерпес. Пропрепликаем. Тех. Вому. Там помниummy. Там помнил. Там помнил. Там помнил. Тех. Там помнил. Банки непонятно с чем. Мусорные явно говорящие о том, что здесь много народу перебывало. Печурка, чтобы согреться. Койка, чтобы броситься. Ну такое аварийное жилье. Какое-то масло стоит. Здесь тоже, видать, обратно какая-то стоит. А банька более приспособлена тут для ночевки. Хорошая печка и хороший нарток. Нет, даже дверца есть она просто. Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...